Среди исполнителей блюз-рока никогда не было группы, которая горела бы так ярко, была более коммерчески успешной и сделала так много по-настоящему хорошей музыки за столь сравнительно короткий период, как фри. Некоторые называют их группой одной песни, ну, знаете, One Hit Wonders, ссылаясь на их самую известную композицию All Right Now 70-го года. Но это капец как неправильно, потому что они были настоящими звездами блюз-рока, и записали очень много классных песен. Они были потрясающе трудолюбивы. За те пять лет, которые они были вместе, они отыграли более 700 концертов и записали 7 альбомов. Журнал Rolling Stone назвал их пионерами хард-рока, несмотря на то, что основой их музыки с первых до последних дней оставался блюз-рок. Сегодня я попробую рассказать вам их историю. Я Василий, это канал VS Projects, давайте начинать! Группа собралась в Лондоне весной 68-го года. Барабанщик Саймон Кирк и гитарист Пол Косов играли в ничем не выдающейся R&B группе под названием Black Cat Bones. Все больше и больше разочаровываясь в прямолинейных условностях R&B, они нашли вокалиста Пола Роджерса, играющего и поющего в блюзовой группе Brown Sugar, в пабе The Fickle Pickle в парке Финсбери. Впечатленные, они подошли к нему, и после того, как Косов поднялся на сцену, чтобы продемонстрировать свой опыт, они решили, что им надо играть вместе. Они начали искать басиста и вскоре нашли 15-летнего Энди Фрейзера, только что проработавшего два месяца в блюз-брейкерс Джона Маяла. Кстати, Косову было тогда 17, а Роджерсу и Кирку по 18 лет. В общем, полный состав Фри мгновенно сложился. Кстати, название придумал легендарный британский блюзмен Алексис Корнер. Они дебютировали в The Nux Head в Battersea 19 апреля 1968 года, исполнив смесь блюзовых каверов и оригинального материала. Тот же Алексис Корнер, внимательно следивший за ними, познакомил их с Крисом Блэквеллом из Island Records, которому сразу понравилось в них все, кроме названия группы. «Это имя надо сменить», — сказал Блэквелл. «Отныне вы The Heavy Metal Kids, иначе сделка расторгнута». Энди Фрейзер, бизнес-глава группы и самопровозглашенный лидер, к счастью, сумел убедить его в обратном. Роджерс и Фрейзер развивали плодотворное партнерство в написании песен, в музыкальном плане они были более чем опытны, и в целом они с самого начала были удивительно прочной, целенаправленной, профессиональной и самодостаточной единицей, явно обреченной на успех. Работая с продюсером Гаем Стивенсом, Фри вошли в лондонскую студию Morgan Studios, чтобы начать запись своего дебютного альбома «Tons of Sobs». Несмотря на растущий успех группы в качестве гастролирующего коллектива, запись их звука в студии была достаточно сложной задачей, по крайней мере, по началу. «Когда мы пошли записывать «Tons of Sobs», мы были совсем зелеными», — вспоминает Кирк. «Мы не знали, что делать. Наш продюсер Гай Стивенс был очень талантлив. Он почувствовал, что мы в ступоре, и отвел нас в сторону. Он сказал нам, чтобы мы расслабились и просто сыграли два 45-минутных сета, которые мы играли в клубах. Вот так мы и сделали альбом». «Tons of Sobs», название, кстати, тоже придумал Стивенс, был записан за неделю. По словам Кирка, «Когда я думаю об этом сегодня, это кажется удивительным. Теперь, кажется, требуется неделя, чтобы получить правильный звук одного малого барабана». Выпущенный в ноябре 68-го года «Tons of Sobs» и такие треки, как «I'm a Mover» и «The Hunter» были яркими примерами земных корней группы и значительного влияния блюза. «Walking my Shadow», названная Кирком первой песней, когда-либо записанной группой вместе, в равной степени заряжена благодаря мускулистым риффам Косова и уверенному ведущему вокалу Роджерса. Несмотря на то, что альбом не попал в британские чарты, он стал стартовой площадкой для интенсивного периода гастроли с такими исполнителями, как «The Who» и «The Small Faces», радиосессии и многого другого. Несмотря на отсутствие успеха в чартах, у группы были верные поклонники, приобретенные в регулярных турах по Великобритании. Гастрольные усилия принесли немедленные дивиденды с выпуском «Free» второго альбома группы 69-го года. Он так и назывался «Free». В этом альбоме группа продемонстрировала зарождающийся индивидуальный стиль, обрамленный язвительной соло-гитарой Косова, крутым басом Фрейзера, твердым битом Кирка и сильным вокалом Роджерса. Такой мощный оригинальный материал, как «I'll Be Creeping», не обремененный длинными соло или затяжными джемами, типичными для той эпохи, продемонстрировал таланты Косова и Фрейзера, не жертвуя при этом оригинальностью группы. В то время, как к таким трекам, как «Woman», обеспечивала успех вокальное мастерство Роджерса, за кулисами репутация Фрейзера, как вундеркинда, еще больше укрепилась благодаря его вкладу во Фри. «Игра Фрейзера на басу в «I'll Be Creeping» была фантастической», рассказывал Кирк. «Я всегда чувствовал, что так или иначе Фрейзер был самым талантливым из нас четверых». Фрейзер был довольно-таки продвинутым для своего возраста и во многом напоминал Джона Пол Джонса из «Ладзеппелин». Человека, который хорошо играл на нескольких инструментах и оказал сильное, но тихое влияние. Альбом «Фри» занял 22-е место в британском чарте, что было совсем неплохо, учитывая, что в нем не было ни одного хитового сингла, ни массовой рекламы. В Америке ни один из первых двух альбомов «Фри» не вызвал особого интереса. Их большой прорыв наступил летом 1969 года, когда группу вместе с Делани Энд Бони попросили выступить на разогреве в масштабном туре «Блайнд Фейт» по США. «Это оказалось очень удачным для группы», вспоминает Кирк. «После того, как наш тур с «Блайнд Фейт» завершился, у нас была возможность сыграть в Удстоке, но мы отказались. Вместо этого нам предложили недельные концерты в популярном ночном клубе «Ангана» в Нью-Йорке. На вторую ночь, когда мы были там, вошли Клэптон и Бейкер, и мы были ошеломлены и находились в абсолютном благоговении, потому что мы очень мало общались с ними во время тура. Клэптон пришел за кулисы и попросил Косова показать, как ему удается добиться такого сильного и плавного вибрата в своей игре. Косов чуть не умер. «Что? Мне показывать тебе что-то на гитаре? Ты, должно быть, шутишь!» Но Клэптон был серьезен, так как Косов в сообществе гитаристов действительно начал делать себе имя. Кстати, на моем канале есть отдельное видео про группу Blind Fate. Если вам интересно, я оставлю ссылку в описании. Имея за плечами два сильных альбома и почти два года гастролей, сочетание блюза и рока в исполнении квартета, пожалуй, лучше всего отразилось на их основополагающем альбоме «Fire and Water», выпущенном в 70-м году. Захватывающая смесь баллад и резкого рока «Fire and Water» также представили «All Right Now» – прорывной сингл группы. Отредактированная версия «All Right Now» оказала большое влияние на чарты, заняв второе место в чарте синглов Великобритании и четвертое место в чарте «Билборд» в США. Вдохновленная непрекращающейся игрой Косово песня «All Right Now» оказалась удивительно прочной, навсегда оставшись в фирменной мелодии группы. По словам Кирка, песня на самом деле возникла из необходимости. «All Right Now» был создан после неудачного концерта в Дараме, Англия. Наш репертуар в то время состоял в основном из медленных и неторопливых блюзовых песен, что было нормально, если вы были студентом, сидящим и тихо кивающим головой в такт. Когда мы закончили наше выступление в Дараме, то ушли со сцены под звуки собственных шагов. «Аплодисменты стихли еще до того, как я успел покинуть барабанную установку». Когда мы вошли в гримерку, стало очевидно, что нам нужна крутая, быстрая песня, чтобы закрывать наши концерты. Внезапно на Фрейзера нашло вдохновение, и он начал напевать «All Right Now». Он сел и написал ее прямо в раздевалке. Это заняло не больше 10 минут. «All Right Now», «Baby, it's all right» Heavy Load и Oh, I Wept из Fire and Water были великолепными примерами уникального сочетания блюза и хард-рока. С выпуском Fire and Water Роджерс стал одним из ведущих вокалистов хард-рока. В студии, вспоминает Кирк, Пол был просто чудом. Он записывал свою вокальную партию максимум со второго раза, а чаще хватало и первой попытки. Его вокальный стиль был очень сухим и простым, без каких-либо прикрас. Я не могу вспомнить ни одного случая, когда Пол использовал какие-либо эффекты, типа реверберации, для своего голоса. То, что вы слышите на этих записях, это именно то, как он звучал. И это то, что делает его действительно особенным. Моё личное знакомство с Free началось именно с этого альбома и произошло это по большому счету случайно и в целом забавно. В конце 80-х, начале 90-х, самый простой способ найти нужную музыку заключался в том, чтобы пойти в студию звукозаписи и заказать там кассету. 90-минутные кассеты были самыми популярными и универсальными носителями музыкальной информации в то время. Так вот, я загорелся заиметь альбом Manfred Mann Angel Station с моей любимой песней Angels at My Gate. Кассета на заказ стоила 18 рублей, а если выбирать из уши готовых, то 15. Поэтому я всегда смотрел, что есть готового. На фото вы видите кассеты с напечатанными названиями, а в студии, где я обычно покупал записи, писали от руки. И вот я вижу кассету, на которой написано примерно так. Manfred Mann Angel Station Free Fire and Water. В то время я понятия не имел, что есть такая группа Free, и у них есть альбом Fire and Water. Я подумал, что это два альбома Manfred Mann, второй типа «Бесплатный огонь и вода». Кассету, конечно же, я купил, дома с удовольствием послушал Angel Station, перевернул кассету, начал слушать второй альбом и сразу же заподозрил подвох. Я однозначно понял, что это не Manfred Mann, но музыка мне понравилась сразу. И я ни разу не пожалел о том, что купил эту кассету. Гораздо позже я разобрался в том, что это группа Free и их альбом Fire and Water. Вот такая забавная история. Прежде чем продолжить, пара слов. Если вам нравится то, что я делаю, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк под этим видео и оставьте комментарий. А сейчас давайте продолжать. Надо также упомянуть, что выпуск Fire and Water с песней All Right Now помог Free занять место на огромном фестивале Isle of Wight 70-го года, где они выступили перед 600-тысячной толпой. На том же фестивале, кстати, выступали Джимми Хендрикс, Рори Галлахер, Кактус Чикаго, The Doors, The Moody Blues, The Who, Jet Retal, Ten Years After, Emerson Lake & Palmer и многие-многие другие. Четвертый альбом Highway собрался относительно легко и продемонстрировал растущую уверенность группы как в написании песен, так и в аранжировках. В нем есть песня, которая, как многие думали, станет следующим большим хитом. Но к ужасу группы и звукозаписывающей компании сингл необъяснимо провалился после выпуска в ноябре 70-го года, вызвав нарастающий кризис, который в конечном итоге имел ужасные последствия. Альбом Highway, выпущенный месяцем позже, постигла та же участь, и он даже не попал в топы чартов. Если проблемы непостоянной славы вызывали какие-то неудобства, то еще острее ощущался более изнурительный эффект почти такой же внезапной неудачи. Жизни изменились, перспективы изменились, эго пострадало, давление возросло, обиды выплеснулись наружу. Несмотря на успешные туры по США и Великобритании в начале 71-го года и успешную сессию записи их следующего сингла «My Brother Jake», напряжение внутри группы достигло невыносимого уровня, и в мае они решили расстаться. Это было решение, о котором все они по разным причинам вскоре пожалеют. По иронии судьбы, то время «My Brother Jake» занял четвертое место в британском чарте синглов. Вслед за «My Brother Jake» группа выпустила «Free Life» – энергичный концертный альбом, в основном составленный из недавнего выступления в кройденском Firefield Hall. Три трека, включенные в этот сборник, вспоминает Кирк, передают энергию и волнение Фри на концерте. Fire & Water, Ride On Pony и Mr. Big действительно резюмировали то, как Фри были по-настоящему живыми. Fire & Water – одна из наших лучших песен. На Ride On Pony очень сильно повлияла музыка The Band. Mr. Big стал демонстрацией игры Энди. Обычно, когда басист начинал соло, 90% публики направлялись в бар. Что сделало Mr. Big действительно крутым, так это то, что Фрейзер исполнил свое соло без остановки группы. Это был просто отличный трек для живого исполнения. В то время как Free Life достиг только 89-го места в США, альбом поднялся до 4-го места в Великобритании, где он стал важным символом для британских фанатов. Когда Фрейзер ушел, он сформировал группу Toby с гитаристом Адрианом Фишером и барабанщиком Стэном Спиксом. Пол Роджерс также сформировал новую группу Peace. По большому счету, ни Пис, ни Тоби не добились никакого успеха. Косов и Кирк также были активны. Наняв клавишника Джона Рэббита Бандрика, впоследствии он играл в The Who, и басиста Тетсу Ямаути, позже он присоединился к группе Face. Они записали альбом, известный просто как Косов, Кирк, Тетсу, Рэббит. Этот альбом также не имел особого успеха. Помаявшись в своих новых проектах, Free воссоединились в январе 72-го года, совершив поездку по Великобритании и начали сессии записи нового альбома Free at Last. «Мы расстались всего-то на 6 месяцев», вспоминает Кирк. «Но этого было достаточно, когда Энди и Пол впервые решили уйти. Я не думаю, что кто-то предпринял много шагов, чтобы изменить их мнение». После того, как Пол ушел в пиз, а Энди сформировал Тоби, это было похоже на то, черт возьми, ребята, что вы беситесь? Давайте соберем эту штуку обратно. Альбом Free at Last и сопровождающий его сингл Little Bit of Love возродили коммерческое положение группы. В то же время всплыла на поверхность смесь старых и новых проблем, снова угрожающая будущему группы. Самой серьезной проблемой была растущая наркомания Косова, которая усугубляла его и без того плохое здоровье. Free гастролировали по США в начале лета 1972 года, но из-за состояния Косова им приходилось отменять концерты. Это турне стало катастрофой для группы. В июле, за несколько дней до начала второго японского тура, Энди Фрейзер ушел из группы, чтобы присоединиться к группе Shark, а Косов отказался от тура из-за лечения. Роджерс и Кирк выполнили обязательства группы с помощью Тетсу и Рэббита и все-таки провели тур по Японии. Записи живых выступлений и репетиции этого тура были выпущены на CD в 1998 году. Когда они вернулись домой, Косову каким-то образом удалось воссоединиться с ними и помочь записать Wish'n'Well, пронзительную песню, написанную Роджерсом для Косова, которая достигла 7-го места в британских чартах, а позже стала заглавным треком в альбоме Heartbreaker. Каким-то образом Free все же сумели эффектно и с немалой помощью инженера Энди Джонса собраться в студии. Теперь в составе пятерки, без Фрейзера, но с клавишником Джоном Рэббитом Бандриком и басистом Тетсу Ямаути они звучали мощнее, сплоченнее и выразительнее, чем когда-либо. И это несмотря на непостоянное присутствие Пола Косова и скрытое чувство, что все предприятие снова балансирует на грани краха. Косову удалось внести свой вклад в пять из восьми треков Heartbreaker, и то, что он сыграл, было совершенно особенным. Например, его соло в Common Mortal Man, Come Together in the Morning и Seven Angels поистине незабываемы, а его игра – главная причина, по которой Heartbreaker до сих пор считается одним из лучших достижений Free. Когда Косов не мог участвовать в записи, Снафи Волден брал на себя гитарные партии к большому неудовольствию Косово, который несколько безжалостно был указан только как дополнительный музыкант на альбоме Heartbreaker, а не как участник группы. Другая причина успеха альбома заключается в том, что песни, особенно Wish and Well, настолько сильны, потому что Пол Роджерс взял на себя роль главного автора песен, а также плотный текстурированный звук, который приписывает участию Рэббита. Не в силах смириться с перспективой своей ненадежности в предстоящем турне по США, Косов был почтительно, но непреклонно исключен из группы. Вендел Ричардсон заменил Косово в туре по США, последний концерт которого в феврале 73-го года за месяц до выхода Heartbreaker стал последним выступлением в Free. Активности музыкантов после распада были смесью успеха и трагедии. Пол Роджерс и Саймон Кирк сформировали чрезвычайно успешную группу Bad Company. Под руководством менеджера Led Zeppelin Питера Гранта они записывались на студии дзепелинов Swan Song и стали одной из самых успешных групп 70-х годов. Кстати, Bad Company с перерывами выступали вплоть до 2019-го года. И Пол Роджерс, и Саймон Кирк слава богу живы до сих пор, и им по 73 года. Кстати, Пол Роджерс плодотворно сотрудничал с Брайаном Мэйм и Роджером Тейлором в проекте Queen плюс Пол Роджерс с конца 2004-го по 2006-й годы. Энди Фрейзер, после того, как он играл в Sharks и некоторое время имел собственную группу Энди Фрейзерс Бэнд, в конце концов нашел прибыльную карьеру в качестве автора песен для таких исполнителей, как Джо Кокер, Пол Янг, Роберт Палмер и Чаки Хан. Он также время от времени играл на бас-гитаре с разными группами и исполнителями. К сожалению, он умер 16 марта 2015 года в своем доме в Калифорнии от сердечного приступа, вызванного атеросклерозом в возрасте 62 лет. История Пола Косова закончилась трагически. Его сольный проект Backstreet Crawler ни к чему существенному не привел. И в бесконечном водовороте наркотической зависимости он скончался от сердечной недостаточности во время полета через США 19 марта 1976 года. Ему было всего 25. К счастью, его игра на гитаре и величественная проникновенная музыка Фри продолжают жить. К тому времени, когда Фри закончили свою карьеру, они продали 20 миллионов копий своих семи альбомов. К сожалению, в настоящее время большинство людей помнят только их самый успешный хит All Right Now. Но это всего лишь верхушка айсберга музыкального наследия Фри, созданного между 1969 и 1973 годами. За этот 4-летний период Фри добились большего, чем большинство. В конце концов, сколько других групп продало 20 миллионов копий своих альбомов за 4 года? И Фри удалось это сделать в период жесткой конкуренции. Им противостояли одни из самых громких имен в роке. Несмотря на это, Фри стали одной из самых крутых и успешных британских групп, оставивших после себя богатое музыкальное наследие, выдержавшее испытание времени. Если вы никогда не слушали Фри, то выберите время и послушайте их альбомы Fire & Water и Heartbreaker. Если вам нравится блюз-рок, вы точно не пожалеете. А так, на сегодня все. Всем спасибо.